Книга «Терриоретика и лиза рудные итоги» она появилась достаточно случайно, хотя замысел ее восходит к моим ранним студенческим годам, то есть с начала 90-х, когда я еще печатал на машинке. И у меня был проект создать книгу не по типу интертекста, а как древовидную структуру. То есть я на машинке печатал, печатал примечания и подклеивал их, потом подклеивал к примечаниям еще примечания. И, в результате, получался такой арт-объект, но, к сожалению, я далеко не продвинулся. Его создание, потому что не очень было понятно, как представлять этот единичный экземпляр. И те возможности, которые предоставили современные информационные технологии, они помогли во многом с этим справиться. И в своей книге я под итогами имею в виду не отчет о проделанной работе, а скорее возможность подытоживать то, что происходит уже прямо здесь и сейчас. Книга, которая вышла вчера, она также заслуживает подытоживания, как книга, вышедшая сто или пятьсот лет назад. И тот принцип, которым я руководствуюсь в работе как критик, хотя я никогда не аттестовал себя как критика, и если меня и определяют как критика, то только в силу нишевого существования критики как такового. Просто дело все в другом, что любая критика у нас нишевая. То есть Галя Юзефович, которая читает 200 тысяч человек, и кто-то из нас, кого читает 20 или 200 человек, одинаково нишевые в сравнении с, например, общим количеством населения России или той аудитории, которая могла бы быть. В любом случае, миллион читателей ни у кого не будет. Поэтому в некотором смысле все мы являемся нишевыми, вне зависимости от того, 20 или 200 тысяч читателей у критика. Да, это... 23 тысячи, это я понимаю, а 200 тысячи тоже? На самом деле различия, я бы сказал, все равно в том, что речь идет о том, что как бы видны правила этого коммуникативного поля, видны правила, по которым ты взаимодействуешь с такой-то аудиторией, с ее ожиданиями, с ее заведомо известным бэкграундом, известно, что эта аудитория прочла. Даже если это аудитория в 200 тысяч человек, она похожа на аудиторию в 20 человек, тем, что известно, что эти 200 тысяч человек читают. И в этом смысле общее у критиков и у тех, кто просто пишет о книгах, допустим, ведет книжные блогы, допустим, тоже Галя Юзефович, она постоянно сразу представляет себя не с критиками толстожурнальными, а с ведущими книжных блогов. Это как раз очень характерно. Она говорит, что она на стороне читателя. То есть она смотрит не критическими глазами, а скажет, что читателю интересно. Но мне интересно не как бы институциональный здесь аспект, что действительно речь идет о формировании некоторых новых институций, институций, которые способны учитывать, в том числе и вкусы, и некоторую инстанцию вкуса читателей, и не переизобретать каждый раз эту инстанцию вкуса. Потому что чем была книга, допустим, выступление критика, серия статей, или даже книга до появления информационных технологий, до появления тех коммуникативных возможностей, которые сейчас. Фактически это было переучреждение инстанции вкуса. Что господствующий вкус, по видимости, такой-то, именно так принято читать, именно так принято ловить слово или работать с ним. И сейчас мы, привнеся некоторую оценку, показав, что это все замечательно, изменим эту инстанцию вкуса. В некотором смысле критик, вне зависимости от того, ругал он, грубо говоря, или хвалил, выступал он как хвалитель развивающейся литературы, или наоборот, как суровый арбитр, обычно в эпоху становления национальных литератур эти амплуа совмещались, он выступал примерно так же, как сейчас выступает даже изобретатель или промоутер чего-то нового. Что вот появилась, допустим, новая модель телефона, и она каким-то образом меняет многие наши привычки. То есть, до некоторой степени, критик старого типа, как ни странно, он должен сопоставляться не с тем, кто объясняет, как пользоваться книгами, а с тем, кто объясняет, что появление книг это вот такое изменение техничности самого чтения, которое является одновременно изменением инстанции вкуса. Сейчас такая критика по ряду причин невозможна, и потому что тексты доступны одним кликом, и потому что само учреждение инстанции вкуса связывается в основном с техническими инновациями, что даже не с технологическими как таковыми, то, что, допустим, может существовать интерактивный текст или там недописанный текст, или могут публиковаться черновики в виде блога, что полностью стерто, в общем-то, различие между черновиком и чистовиком в некоторых жанрах, сколько по другой причине, которую именно я называю не технической, а технологической. То есть то, что каждый текст существует как определенное впечатление, которое существует среди других впечатлений, и когда сейчас человек берет читать книгу, у него есть не только определенный горизонт ожиданий, как это было раньше, что, допустим, беря приключенческую книгу, я ожидаю того-то, а беря книгу стихов, я ожидаю того-то. А существует также и некоторая возможность поместить эту книгу в те коммуникативные ситуации, в которых она побывала и в которых она должна побывать. То есть сейчас, когда, например, человек берет книгу стихов, он исходит из того, что эти стихи были кому-то прочитаны в каком-то круге, и что этот круг определенным образом может быть воспроизведен, в том числе и в моем акте чтения, и в моем акте дальнейшего критического выступления. То есть сейчас критик поневоле, вне зависимости, опять же, от того, выступает ли он с авторитетной позиции или он становится на сторону читателя, он выступает как такой посредник, до некоторой степени такой владелец критического банка, как я это иногда называю, который берет одни вклады, определенным образом их монетизирует и показывает, как дальше можно с этим работать. В результате критик оказывается в очень интересной ситуации, потому что не будучи способен, в принципе, как бы активизировать литературный процесс в том смысле, в каком это было принято раньше, когда критик авторитетно написал какую-то книгу, и ее сразу стали покупать. Даже если этот критик, стоящий на стороне читателя, действительно влияющий на продажи книг, и ясно, что по рекомендациям Юзефовича или кого-то еще книги покупаются, все равно это несколько другой механизм взаимодействия, чем раньше, когда критик выступал как арбитр, и когда он высотой своего суждения, тем самым встраивал в некоторую высоту, в некоторую аксиологическую шкалу и ту книгу, с которой он работает. То есть, когда некая структура возвышенного воспроизводилась с помощью критического выступления. Здесь как раз пример Хайдегера, о котором мы завели речь, он на самом деле очень показательный. Вот почему. Потому что, действительно, я начиная с 90-х годов постоянно слышу именно противопоставление хайдергерской критики, как такой понимающей критики, как углубляющейся, как погружающейся в самые первоосновые поэтической речи, философской речи, сказывания. Эта хайдегеровская критика, она противопоставляется обычной критике, которая судит как бы с некоторой плоскости, которая судит, исходя из некоторого готового опыта, исходя из привычного. А вот Хайдегер учит нас любить непривычное. Это действительно так. Хайдегера я очень чту. Но при этом интересно, что русское освоение хайдегера, в том числе и его критические выступления, о Георге, Тракле, Рильке и Гёльдерлине, прежде всего, оно прошло мимо тех институциональных структур, в которых, собственно, эти выступления и были. А, собственно, эти выступления, они были в ситуации, когда Хайдегер не имел возможности вести систематическую университетскую деятельность. И хотя, конечно, Гёльдерлин – это его лекционные курсы, но, опять же, это очень специфические лекционные курсы, где он просто должен проанализировать некоторое рождение системы понятий, просто объяснить, как можно работать рефлективно с понятиями. Тогда как другие статьи, они сформировались не в университетской аудитории, а в неформальных семинарах, где целью Хайдегера было передать целый ряд своих методов, своих интуиций тем, кто готов его слушать. Здесь он должен был выступать как передатчик метода, как тот, через который, кого говорит само бытие, и научить всех ставить вопрос о технике, вопрос о развитии, вопрос о слове, вопрос о первоисточнике опыта, точно так же, как ставит он. И, собственно, в этих семинарах Хайдегера добился, что действительно все, кто вышли из этих семинаров, а вышло очень много кто, и, например, достаточно назвать Агамбана, или достаточно много имен, кто, например, во Франции участвовал в семинарах Урерной Шара, и тех, кто Хайдегера приглашал, что все эти люди, они фактически научились продумывать структуру культуры, и в том числе структуру эстетических приоритетов, исходя из того, что они могут тоже рассуждать о первоосновах бытия. И в этом смысле могут подвергать критике эстетику как таковую, и эстетические приоритеты, не выдвигая какого-то ложного или просто альтернативного искусственно созданного проекта. Скажем, не противопоставляя эстетике, там исключительно прагматику. В этом смысле роль Хайдегера это скорее роль человека, который учил людей действительно внеэстетически оценивать произведения, то есть смотреть, что они с нами делают, а не только как они на нас впечатляют или как они могут быть в нас оценены. И в оценке того, что эти произведения с нами делают, можно опираться на первоисток произведения, то есть на возможность произведения вообще что-либо сделать с миром, и уже из этого следует, как произведение что-то делает с нами. То есть Хайдегер научил, по сути дела, учиться. Говорят, что лучший учитель, который учит учиться и учит учить, а Хайдегер учил и тому, и другому, и третьему концерту. Даже мир учил правильно проявлять себя. И поэтому, например, для меня вопрос, в какой мере, допустим, та же Хайдегеровская система герменевтики и критики поэзии, она, в общем-то, транслируема у нас. Учитывая, что Хайдегер у нас не бывал, такого семинара не вел, как таковую школу не оставил, и поэтому мы можем скорее по его ученикам, потому как они ведут семинары, думать о том, как работать вот такой же передаточной инстанцией, обучающей бытие правильному языку бытия. Если говорить о... Можно ли я пойду? Да. Вот это, знаете, вот то, что вы сейчас...